привет мы на чемоданах буквальном смысле вот наш чемодан вот наш чемодан куча сумок я вам показывала вчера там наши вещи вот дима надо еще с собой взять не забыть и мы скоро выезжаем мы сейчас ждем стаса он должен приехать с минуты на минуту и все мы уезжаем с дома так печально у нас тут проблемы людей с маленькой машиной скажем так европейские проблемы у нас не влазят все чемоданы логистика в действии дима уезжаем я горы сумок чемоданы сзади мы остановились на заправке смотрите на эту машину бедную она прям очень грязная нам сейчас ее приведут в порядок я надеюсь первая остановка на заправке ВОК мы пошли кофе пить а кто у нас здесь ест всю дорогу и как Кате удобно там сидеть она просто завалена вещами все вещах абсолютно нам осталось 150 километров до границы кстати едется очень легко и так очень очень быстро то что мы быстро едем просто дорога не очень забитая вот ну что две полосы еще постоянно была одна полоса мы сейчас наверно только с Киева выезжали мы заедем сначала к нашим друзьям в Варшаву там побудем пару дней и потом с Варшавы поедем в Ригу да вот такие вот у нас планы кстати вчера мы выпустили новое наше видео про советы тем кто едет в Испанию в Барселону и я не помню вам говорила или нет но мы его переснимали два раза потому что первый раз у нас что-то пошло не так и наша съемка сбилась мы не могли перенести видео на компьютер в общем ну вообще не судьба была и потом мы второй раз отсняли и уже слава богу все в порядке так что посмотрите мы на последней заправке перед Польшей да она 300 метров до Польши осталось мы так долго ехали эти 140 километров просто дольше чем мы ехали да такая ужасная дорога была местами хорошая но потом сразу начинается плохая и поэтому мы особо не разгонялись потому что едешь по хорошей вроде нормально потом фух сразу плохая мы сейчас на польской границе уже мы приехали сюда в 6 часов сейчас 7.15 но мы еще не прошли контроль мы даже еще наполовину не подъехали вот я надеюсь что еще минут может 40 и мы туда доберемся пройдем контроль и спокойненько все поедем дальше вообще сегодня здесь достаточно много машин мы думали будет меньше потому что будний день и и тут мы получается поехали на границу которая называется ребят как называется как устылук устылук называется граница вот но что-то он газует но тем не менее здесь все равно много машин вот и мы стоим в очередь мы уже в Польше и мы возле Макдональдса но мы туда пошли не поесть мы туда по другому всем известному поводу вот мы проехали границу абсолютно нормально нас там никто ничего не проверял там особо у нас там и сало и колбаса была в этом чемоданах но это как бы там стояли знаки что нельзя с этим проезжать но они не проверяли просто спросили везем ли мы оружие и другие какие-то там запрещенные предметы вот мы сказали что естественно нет они просто там посвятили фонариком по машине посмотрели какие-то скрытые места и пропустили пропустили нас абсолютно нормально вот мы нам осталось там 200 250 километров по моему до Варшавы дорога в Польше пока мы не доехали до магистрали она ничем не отличалась от дороги украинской то есть она была не очень сейчас более-менее но все равно не идеал знаете то есть когда мы были в Испании там конечно дороги были намного лучше а вот и Катька пришла с благородной миссии привет тебе не холодно слушай мы такие контрабандисты а я уже все рассказал пока ты там ходила да в общем мы опасны а еще нас Богдан мы едем к Богдану нашему другу в Варшаву сначала и он нас попросил купить сигареты в Украине и мы еще сигаретами проехали представляете да ладно это было легально да но мне все равно как-то стрёмно было у меня спачка сигарет в кармане никогда в жизни не лежала здесь так прикольно кстати мне так понравилось мы ехали по Польше вот по маленьким городкам здесь очень прикольно да и вот что интересно они вот здесь просто так здесь просто ухоженно знаете люди просто смотрят за своими там домиками и за заборчиками все так красивенько понты 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 они здесь понты в общем да пока что Польша оставляет приятные впечатления особенно когда нас там на границе проверяли то нам так приветливо улыбались и то есть не было никаких таких конфликтов кстати еще о том как мы проходили таможенный контроль то есть приезжали границу в общем все у нас прошло достаточно легко мы очень переживали потому что на самом деле сейчас запретили ввозить сало и мясо с Украины потому что карантин какая-то там болезнь у свиней в общем нельзя но мы все-таки взяли ну как мы можем с Украины не взять сало вот и мы в общем запечатали это положили в наш чемодан я очень переживала что начнут все досматривать и проверять но ничего этого не было они просто посмотрели машину позаглядывали и все вот и мы сначала проехали украинскую зону там абсолютно нас не проверили ничего а потом когда мы уже начали подъезжать к самой там таможенной точке вот там где пропускная зона пропускной зоне там уже были и украинцы и поляки то есть там такие как будочки вот сначала у нас забрали украинские таможенники паспорта и зарегистрировали то что мы выезжаем страны и потом поляки проверили наши визы мы им дали свои резиденции они нас пропустили есть проблем хотя мы переживали думали сейчас они посмотрят на визу нашу она там как бы просрочена вот но они посмотрели сразу на резиденцию и все в порядке мы были наслаждены тем что поляки очень грубые особенно с украинцами но нет они абсолютно вежливо к нам подошли абсолютно нормально у нас просили посмотрели все ничего такого в общем все пришло хорошо мы зря переживали так что если вы будете ехать на украинско-польскую границу не бойтесь все в порядке дима заряжает нашу машину здесь нужно обязательно самим заряжать здесь такая система интересная что обычно нас украине стоит заправщики заправляют газом вот а здесь нет здесь приходится вот так вот самому подсоединять шланг с газом в машину и потом еще нужно держать кнопку пока она заправится до отбоя вы наверно спросите почему мы не использовали ближний шланг вот эту вот колонку мы не использовали потому что здесь не работает пистолет в общем да вот такая вот система но мы слава богу разобрались потому что здесь есть инструкция которая в принципе понятна нам мы на месте да наконец-то вот наши кстати статистике фотографии там там есть мой даже покажу вот это я это димка и чем есть мы его здесь есть мы да точно вот я спасибо вам за просмотр до до завтра мы ложимся спать пока